Привет, дорогие мои зрители. В этом видеоролике с вами обсудим достаточно, я считаю, важную для нас с вами всем тему и интересную. Я попал на один видеоролик, он достаточно интересный. Он объясняет с точки зрения журналистов, что там вообще будет с миром, что будет с тем самым саммитом мира. Ведь планируется еще один саммит мира, который анонсировал Зеленский, что, ну как говорится, что-то хорошее может будет. Украина продолжает готовиться ко второму глобальному саммиту мира. По мнению Киева, мероприятие должно пройти до президентских выборов в Соединенных Штатах, то есть не позже ноября 2024 года. К тому времени Украина вместе со странами, которые подписали совместное коммунике по итогам первого саммита, должны подготовить финализированный план реализации трех пунктов формулы мира. Для этого советники лидеров государства безопасности и профильные министры проведут встречи в Катаре, Турции и Канаде, обсудят энергетическую и продовольственную безопасность, свободу мореплавания, пути обмена военнопленными и возвращения незаконно депортированных России украинских детей. То есть вопросы, которые будут обсуждаться на саммите мира, это вопросы связанные с энергетической безопасностью, с продовольственной безопасностью, обменом военнопленных, а также тем, чтобы вернули наших детей из Российской Федерации. То есть тут задается вот мною в первую очередь один очень интересный вопрос, где пункт о прекращении боевых действий, где пункт о прекращении убийства людей, где пункт о том, чтобы остановить войну, потому что эти все пункты мне напоминают, что за все хорошее против всего плохого и за то, чтобы во всем мире был мир и все было очень хорошо. Можно таких 500 бумажек подписать, но это никоим образом никого из нас с вами не приблизит к такому долгожданному миру в Украине. То есть получается, если будет опять же все это обсуждаться в том же виде и там дальше говорится, что будут приглашать Российскую Федерацию еще туда к обсуждению, они там что-то будут тоже, может там приедут, может не приедут, значения это все не имеет. Даже если они эти пункты между собой как-то согласуют, где самый главный для нас пункт вопрос мира. Мир. Нам надо, чтобы люди не погибали, нам надо, чтобы война остановилась, а не чтобы был мир во всем мире и какие-то глобальные лозунги. Кроме того, есть очень такое интересное, будем говорить, мнение по поводу того, что там они к ноябрю, ноябре и все такое. В видео они тоже об этом упоминают, что выборы в США, да выборы в США. То есть где-то что-то, когда будут выборы в США. То есть кто-то может хочет посмотреть, чем закончатся выборы в США. Потому что мы же все помним, что Дональд Трамп говорит, что надо войну заканчивать, искать какой-то мирный компромисс и, как говорится, все. Но ведь есть возможность, что и выиграет эта женщина, другая, которая вместо Байдена Камала, то получится совсем уже другой для нас с вами вариант. Ведь она же ничего не говорит и не обещает. И многие сейчас тут, я знаю, начнут мне писать, вот там Трамп, он такой осекой. Да честно, может он и такой осекой. Но это хотя бы какая-то для нас с вами надежда, поймите. Лучше хоть какая-то надежда, чем вообще жить без надежды, жить в бесконечной войне и, как говорится, ждать, когда там может быть она закончится. На инфигурационном саммите мира он прошел в Швейцарии 15-16 июня России не было. Представителей страны-агрессора не пригласили. Это была принципиальная позиция Украины. Второй же саммит может пройти с участием российской делегации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за ее присутствие выступает большинство мирового сообщества. Очень странно, как по мне, друзья, обсуждать вопросы, связанные с войной, когда воюют две стороны между собой, без одной из этих сторон. То есть там собраться, пригласить какую-то страну на вроде там Анголы, Андоры, что-то там такое. Я там читал этот список, он огромный. И они что-то там между собой подпишут за мир во всем мире, чтобы у всех была еда, у всех была энергетическая безопасность и чтобы детей не обижали. Но мы же видим с вами совсем другое. Бомбы падают, опять новости, опять дети Киевской области погибли. Нам нужен мир, стабильный мир, а не вот это вот какое-то такое, что-то непонятное, рассказы непонятное о чем, о том, чтобы всем было хорошо, а дальше будет продолжаться война. Такое, конечно же, меня лично не устраивает. Видите, друзья, иностранная пресса пишет по поводу Зеленского, что он очень рисковый парень. Зеленский убрал наиразиковейший кроп. Торгнение в Россию. Тайная операция Зеленского. Для того, чтобы провести эту операцию, о которой все каждый день постоянно говорят о Курской области, для этого понадобилось от 6 до 10 тысяч военных, по мнению иностранных аналитиков. Кроме того, понадобилась техника и, естественно, рискнуть, понятно, их жизнями. То есть, людей опять не жалеют, к сожалению, я могу сказать, и отправляют для того, чтобы захватывать какие-то территории в Ростовской области. То есть, Зеленский здесь пошел ва-банк. Ведь, на самом деле, об этом мне сейчас никто не говорит, но постоянно нагнетали, вспомните, ядерные ракеты, ядерные удары, ядерная угроза. У нас нет ядерного, а у Российской Федерации, ведь, понимаете, есть. Но пока этот вопрос не поднимают, насколько это, назовем это красная линия или какая-то там желтая линия российской границы, она, насколько она, будем так, изменчива и может изменяться в зависимости от ситуации. Чтобы, конечно, я же здесь ни о чем не говорю, надеюсь, что такого ничего не будет, но ведь надо помнить о том, что у Российской Федерации есть то самое ядерное оружие, оружие сдерживания. При этом президенте никогда не будет в Минске, при этом президенте никогда не будет чего-то такого, чего не примет украинское общество. Был проведен определенный прогрев общества, назовем это так, по поводу мирных переговоров. Даже вот эта конференция, которую мы с вами вначале обсуждали в видео, и, ну, черт знает сколько, очень много было этих разговоров на тему мира, и там Зеленский сам кое-что говорил. Ну, тут выходит Андрей Ермак и говорит, что никаких мирных соглашений фактически не будет. Ведь тогда же у нас тоже была ситуация абсолютно плохая, я там не фанат Порошенко, вы все это знаете, но тогда они подписали какие-то документы и хотя бы остановили ту войну в таком виде, в котором она произошла. Я здесь не хочу копать в эти все соглашения далеко, здесь суть не в этом. Суть в том, что Ермак прямым текстом говорит, что сейчас при этом Зеленском, при нем они решили так, я понимаю, что никаких мирных переговоров они пока проводить не хотят. Только они все время все говорят, я здесь это не вставлял, специально справедливый мир. Что такое справедливый мир, я, честно сказать, при всем желании не понимаю. Я хочу просто, чтобы у нас был мир, чтобы наши люди не погибали. Вот это слово справедливость, поверьте мне, как адвокату, справедливость у каждого своя. И тут же подключается всеми ведомый подоляк, не разумею, чего люди говорят, что война треватимы долго. Подоляк заявил, что Россия уже починает програват. Интервью подалека, разным иностранным изданиям он их давал. И он там говорит вот ту очень интересную мысль, за которую очень много все критиковали конкретно Зеленского. Там говорится в чем, что ни Зеленский, ни парламент, ни премьер-министр, никто из нашей власти не имеет права принимать решение о том, чтобы отдать, сдать, временно отказаться, не отказаться, что-то подписать такое с Российской Федерацией, чтобы те территории, которые она на сегодняшний день захватила, каким-либо образом, хотя бы даже частично на время, в каком-то таком виде, размытом, отказаться, скажу как есть. И он говорит, что эти решения, мне, честно сказать, смешно, от этого даже должен принимать народ. Это, наверное, тот народ, которого ловят в бусики, тот народ, который не выпускают из Украины, тот народ, которого лишили паспортов за границей. Наверное, это вот об этом многострадальном народе. И тот народ, который пошел в армию, и там с них тоже известно, какое к ним отношение, к этим людям. Это ужас и кошмар, не тема моего видеоролика. Но суть такая, что как-то решили они стрелки перевести почему-то на народ. Дальше он говорит, в связи с героическими действиями вооруженных сил Украины, Путин будет вынужден перейти к переговорам. И, естественно, все в мире начали понимать, что России бояться не надо, что Россия не такая страшная, что можно вести боевые действия с ней и даже на ее территории. У Кремли готовят закрываты кордоны в разе новых выли мобилизаций. Британская розвитка. Также подобную мысль рассказывал министр обороны Эстонии, что вполне возможно, что в связи с этой ситуацией, которая сейчас у нас в Курской области происходит, возможно, что будет все-таки мобилизация Российской Федерации, мобилизация граждан Российской Федерации будет происходить. То есть такое достаточно серьезное событие. Кроме того, закроют границы. Откуда они, конечно, это знают, никто не знает. Но в тот же момент мы, друзья, должны понимать, какие бы там не были у нас успехи на фронте, еще где-то, в любом случае, надо быть трезвыми людьми. Они продержались два с половиной года. Вспоминаем Залужного, который под своей наивностью, он сам так сказал, это не мои слова, думал, что в связи с теми потерями человеческими, которые будут у Российской Федерации, они отступят, они откажутся, и война закончится. Но так не произошло. Они ищут новых мотивированных людей, ищут их за денежные средства. И эти мотивированные люди идут на штурмы, на убийственные, я согласен во многом, штурмы за Российскую Федерацию, за то, чтобы брать какие-то территории, захватывать территории в Донецкой области, ну, конкретно там, где было это все АТО. И война, к сожалению, эти места не жалеет, по-другому не могу сказать. То есть, надеяться на то, что мы как-то там сможем переломить Российскую Федерацию по денежным средствам, по поводу всех этих там ресурсов, которые они продают, по поводу даже тех же людей, у них людей в любом случае больше, они мотивированные за счет денег, и я, как говорится, молчу, что будет, если начнется у них там мобилизация. Мы ведь видим, мобилизация у нас началась, ну, это же не мобилизация, это какой-то, ну, честно сказать, сафари на людей, и это все то, что у нас происходит, никакой реакции от общества нет, это все схавали, мужиков вообще опустили в правах ниже уже Плинтуса, ниже некуда, ты ничего не имеешь права, ты вообще не человек. Ну, говорится, если повезло сбежать из Украины, ну, там можешь из-за границы что-то там поругаться. А так, как говорится, находишься в Украине, либо иди воюй, либо где-то прячься, чтобы тебя не поймал этот ТЦК и не отправил на войну. Поэтому ситуация здесь достаточно однозначная, как по мне, друзья, что по вот этому человеческому ресурсу, по деньгам, по всей этой экономике и всему остальному мы явно не дотягиваем. Тем более помощь мы видим, как нам ее дают, каким-то таким путем то дали, то не дали, то что-то думали, передумали, потом что-то увидели, что-то не получается, опять дали. То есть, ну, надеяться на то, что прям тут нас озолотят, осыпят, будет какой-то ленд-лиз, будет еще что-то. Вот даже эти F-16, вспоминаем, сколько они на них наяривали, на эти F-16, F-16, F-16. Вопрос, дали их, дали F-16. Что дальше, какой результат, ну, вот для меня, для вас, какой от этого результат, что улучшилось? На какой войне погибло 90% всех мужчин в стране? Я много слышал о Парагвайской войне. Думаю, что это за такая война? Почему она такая ужасная? Ну, вы поняли по заголовку про 90% от мужчин, которые там погибли. Франциско Лопес, это диктатор их. Простой сын простого президента Парагвая. Уже в 18 лет был генералом, в 28 вице-президентом, а после смерти папаши и вовсе всенародно любимым диктатором. Своим лицом, честно сказать, мне он уж очень этот Лопес кого-то напоминает. Не находите сходства ли, друзья? Потери Парагвая были чудовищны. В стране практически не осталось мужчин. Так что последним призывом набирали детей, которым нацепляли бороды ради того, чтобы те хотя бы издалека выглядели как солдаты. В битве при Акоста-Нью в августе 1869 года сражалось 3,5 тысячи детей и подростков от 9 до 15 лет. Это при том, что тогда участвовало всего 6 тысяч солдат Лопеса. Это выглядело как злая издевка. Но в память об этих событиях 16 августа Парагвай празднует День Ребенка. Я боюсь, друзья, что если будет война продолжаться, понятно, что люди будут убегать, уезжать любыми путями. Те, кто выехали, естественно, не под каким видом не вернутся. И, друзья, посмотрите вот на этот пример Парагвая. То есть уже же, мы знаем, я рассказывал в моих видеороликах, идет тенденция о том, чтобы призывать фактически детей. В ТЦК так говорят, у нас там какая-то колизия такая вона есть. И цикава вона достатня. То есть мы можем призывать из 18 до 25 лет. Хотя мобилизации нет. Шановные, у меня есть колизия. Пит-пиздець и пит-пиздець. Пит-пиздець и пит-пиздець. То есть, друзья, сдвигать возраст призывной можно сколько угодно раз, сколько угодно. Ну, как говорится, Парагвай тому пример. Мы же видим, друзья. Но я бы не хотел, чтобы в нашей стране такое происходило. Потому что сценарий Парагвая – это ужас и кошмар, дорогие друзья. Кому бы этого не пожелал. Даже Вторая мировая война. Германия проиграла, там другие страны проиграли. Ну, не было же такого у них по людям, по детям. Ну, то есть, там дети шли в войну. Хотя там защищали Берлин, все это помнят. Гитлер-Югент и все остальное. Но в тот же момент таких же чудовищных потерь не было. Хотя та война недаром называлась Вторая мировая. И были огромные-огромные миллионные потери в той же Германии. Потому что она в любом случае проиграла. То есть, друзья, вывод какой здесь можно из этого сделать? Если мы идем по этому кошмарному сценарию, то на самом деле, как говорится, надо что-то думать в любом случае людям и пытаться как-то убегать из Украины, уезжать. Я никогда, честно, к этому не призывал и не призываю. Решайте сами, принимайте решения сами. Особенно по поводу детей. Как мы видим, про детей они тоже не забывают. И периодически часто не проводится кампания по поводу того, что надо бы и женщин тоже призывать. Вдумайтесь, если будет призыв женщин, что ТЦКшники будут делать с женщинами. Просто женщина слабее, женщина не может так защищаться. Ну, честно сказать, слов даже нет. А депутаты дальше будут ходить нас лечить о каких-то там несуществующих законах и правилах, которые у нас не работают от слова вообще в нашем государстве. Если есть какая-то официальная возможность сбежать из Украины, бегите. Кинец вином в Украине-то газе. Что еще пообещал Трамп, принимающий номинацию кандидата у президента США. Вот это обещает Дональд Трамп. Это единственный из тех политиков и, возможно, президента Соединенных Штатов Америки, который обещает все-таки нам какое-то мирное урегулирование, какие-то переговоры, какие-то реальные перемирия, а не то, что там в виде каких-то саммитов мира, которые, к сожалению, большому ни к чему не приводят. Только лишь какая-то трата денег, непонятная профанация. Лучше бы каким-то там людям, которые без жилья остались, денег бы дали. Это мое мнение. Это было бы гораздо более важно и полезно, и люди бы хотя бы получили какую-то помощь. Очень много людей, кто пострадали и остались без жилья. Поэтому, друзья, мы видим, есть два сценария. Первый – парагвайский, второй – с Трампом. Еще раз объясняю всем, я его не идеализирую, не являюсь там его фанатом и все такое, но мы должны понимать, что это хотя бы какая-то для нас надежда. Не пишите, пожалуйста, гадости. Единственное, не лишайте, как говорится, меня, Вовчика, и у вас всех хоть какой-то надежды. Потому что война на 5-10 лет абсолютно, я думаю, никому из нас с вами не нужна. Американцы, если нужно, будут сражаться вместе с нами.